За первые 10 лет нынешнего века у нас было три крупных краха. В 2000 году был крах даткомов, за которым последовал крах ипотечных кредитов в 2006, а затем банковский крах в 2008. Вопрос в том, что будет дальше? Новый гигантский крах 1929 года? Каждый раз, когда я слушаю этих парней на CNBC, они продолжают говорить о повторении гигантского краха 1929. Но я скажу вам, что это даже не сравнится с тем, что нас ожидает. Поэтому я пишу и говорю о том, что я очень обеспокоен нашим будущим, нашим благополучием и состоянием экономики. Но недавно я писал, что лучшее время для подготовки к краху – это время до самого краха. Грядет самый большой крах в мировой истории. Хорошая новость, что это лучшее время, чтобы разбогатеть во время самого краха. Плохая новость – крах будет долгим, что лично для меня тоже хорошая новость. Есть что-то хорошее в том, чтобы быть старым. У меня есть большой опыт, который я пережил. S&P 500 на самом деле S&P 7. И его контролируют министры финансов Елен и Пауэлл, поэтому нет никакой связи между экономикой и тем, что на самом деле они делают с фондовым рынком. Я немного странный, потому что мне нравятся крахи. Тем не менее, следующий крах обрушит золото, серебро, биткоин и акции. Но хорошая новость заключается в том, что крах – это хорошее время, чтобы разбогатеть. Другой вопрос – это инфляция или дефляция? И если посмотреть исторически, что вообще происходит сегодня? А то, что Минфин и ФРС США радикально увеличили денежную массу, при этом скорость обращения денег падает, потому что все ожидают, что будет инфляция. Но скорость обращения денег, о чем мы с Джимом Рикардсом говорим постоянно, резко падает, а люди не тратят. Тем временем азиаты набирают обороты, теперь порты наконец открыты, и нам говорят, что это временная инфляция. Но проблема в том, что у нас такой огромный долг из-за того, что мы накачивали фондовый рынок и рынок недвижимости напечатанными деньгами. Но эти деньги не пошли в экономику, это и есть самая печальная часть всего этого. Поэтому богатые становятся еще богаче, а средний класс становится все беднее. Это трагедия, то, что происходит сегодня. Я не знаю, что именно будет, но вы не можете продолжать печатать фальшивые деньги. Скорость обращения денег продолжает падать, а долг расти. Поэтому ни мне, ни вам не нужно идти в Гарвард, чтобы понять, что это нехорошо. И это будет самый большой крах в мировой истории, ведь у нас никогда не было такого большого долга. Это самая большая проблема из всех на сегодня. Соотношение долга и ВВП поражает. Поэтому, когда это все рухнет, оно потянет за собой все остальное. Я хочу дать людям общую картину. Причина, по которой меня не заботят Елен или Паул, заключается в том, что они оба марксисты. Я хочу привести одну цитату Ленина. Он говорил, что создание Центрального банка – это 90% коммунизма. И другая цитата. «Лучший способ разрушить капиталистическую систему – это испортить ее валюту». Я бы сказал, что сейчас отчаявшиеся люди делают отчаянные вещи. И мы уже точно знаем, что фондовый рынок – это уже не S&P 500, а S&P 7. И его расхождение с реальной экономикой никогда не было хуже. Я беспокоен, потому что деньги остаются только на рынке инвесторов во всякие акции до бумаги. Каждый раз, когда ФРС что-то делает, когда казначейство что-то делает, только такие парни, как я, становятся богаче, а тем временем деньги не идут в реальную экономику. Они годами не инвестировались в заводы или оборудование, поэтому у нас массовая безработица и неполная рабочая занятость. Из-за этого я и вспомнил цитату Ленина. Создание Центрального Банка – это 90% коммунизма, а лучший способ разрушить капиталистическую систему – это испортить ее валюту. Так и случилось в 1971 году, когда Диксон отменил золотой стандарт доллара. Тем не менее, когда рынки обваливаются, это лучшее время, чтобы разбогатеть. Поэтому я очень взволнован грядущим крахом, потому что лучшие активы станут доступнее для покупки. Но, к сожалению, мы застанем массовые социальные волнения. Вот что меня больше всего беспокоит, потому что мы не реинвестировали. У нас есть ФРС и казначейство, которые инвестировали только в класс инвесторов, но они не инвестировали в рабочий класс. И пенсионные счета рабочего класса без работы, без зарплаты, без всего подобного просто сгорят. Поэтому я и говорю, что мне больше не нравится то, что происходит. Я настроился на YouTube и все финансовые рынки 24 на 7, и это одна из лучших вещей в плане технологий. COVID-19 намного улучшил все, что связано с технологиями. И я люблю YouTube. Я слушаю некоторых из самых умных парней на планете Земля. Я слушал Лэйси Ханта, и он говорил о дефляции. Затем я послушал Рикардса, и он тоже говорил о дефляции. И сейчас уже я говорю вам, пора просыпаться. Большинство родителей говорят своим детям, чтобы они заканчивали школы, много работали и откладывали деньги. Но в 1970-м, когда я закончил школу, миллион долларов под 15% приносил мне 150 тысяч долларов в год. Еще одна вещь, которая происходит. Доходы людей падают, они становятся зависимыми, и правительство США говорит им, что бедность была побеждена. Поэтому в любом случае причина, по которой инфляция так влияет на людей, заключается в том, что любой человек является потребителем. Но даже поддержание жизни сейчас, покупать продукты, бензин, туалетную бумагу и все это, действительно вызывает трудности у многих. Так что люди, которые жалуются на инфляцию, просто знайте, что это потому, что Федеральные резервные банки казначейства США в лице Джанет Йеллен, которая также была главой Федерального резервного банка, коррумпированы до мозга костей. Федералы должны были позволить им потерпеть неудачу, но они изо всех сил держали и держат их на плаву. Именно поэтому каждый раз, когда они зарабатывали, это создавало еще больше долгов в экономике, просто создавало еще больше фальшивых денег и обесценивало доллар. Именно поэтому Америка становилась беднее, а дефицит продолжал расти, потому что все они должны были оставаться на плаву. Поэтому следующий крах будет дефляционным, а не инфляционным. Ну а пока что ФРС должна поддерживать иллюзию, что это... Инфляция, а не дефляция. ФРС. 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 ФРС.